Житель Санкт-Петербурга и вообще человек, который не в отношении к футболу, уже не раз задумывался об этом. И мы с ребятами обсуждали многие нюансы, в частности, это системное попадание в основную команду, то есть как это происходит. И у нас очень много всяких идей, которые, к сожалению, мы не можем воплотить, в меру того, что мы не занимаемся другим делом и должны играть в футбол в первую очередь. А в дальнейшем, безусловно, можно выстроить хорошую систему, которая бы давала результаты. Я думаю, что сейчас уже делается много и проводятся вот такие турниры, и, соответственно, у нас детский футбол развивается. Безусловно, визитной карточкой всего российского футбола является национальная сборная и ее результаты. Конечно, мы можем много ругать и что-то указывать, что что-то не так, нет нового поколения футболистов и так далее. Но, как бы то ни было, мы добиваемся результатов месяца два назад. Я бы с удовольствием сказал о том, что у нас прекрасные результаты в футболе, когда четыре клуба прошли стадию группового турнира. И, в принципе, все болельщики рассчитывали на какие-то действительно высокие результаты. Но, к сожалению, это футбол, и они от команд не показали своих лучших качеств, хотя, безусловно, команду Бенфико мы должны были проходить без ложной скромности, потому что и игра Петербурга показала, и, ну, видимо, что-то не складывается, может быть, в ментальном плане или в психологическом. Может быть, что-то было упущено, может быть, в подготовке, может быть, то, что сказалось, игры, накануне игра в ЦСКА. Но это ушел в сторону. На самом деле, система идеальная, ее не существует. Есть аналоги, которые есть за рубежом, и мне кажется, что нужно обратить внимание именно туда и оптимизировать под наши условия, то есть под нашу большую страну. Если мы говорим, в частности, о маленьких странах, где действительно любой мальчишка не затеряется, и если он что-то из себя стоит, его сразу заметят, то в нашей стране, в огромной, да, существует, я не знаю, лестница. Не то, что... Огромная лестница, чтобы добраться наверх, нужно пройти столько этапов. И в конечном итоге ты столкнешься не только с футбольными проблемами, но и социальными, финансовыми, и психологическими, и какими угодно. Я сейчас не конкретизирую, потому что для того, чтобы рассказать всю эту систему, наверное, понадобится не один день подготовки, чтобы это разложить по полочкам. Но, безусловно, в голове есть определенная схема, которую, может быть, в будущем хотелось бы поплатить и, соответственно, сделать какие-то результаты.